По ЗАКу много вопросов, да, читаем, слышим, там, случайно, не случайно. Давайте разберем этот момент все-таки, поднимем этот вопрос. Случайно, не случайно этот эпизод произошел, мы не будем там спорить, там, надо смотреть глубже. А глубже надо смотреть, что сделал Шолунов дальше. Для меня это как, ну, я не знаю, он считается вроде как воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке, оно никуда не годится. Поднял руки сначала, да, случайное касание, там, травмировал игрока. Дальше он видит, что у нас вратаря он носит под руки, даже не постучал по скамейке. Ну, по льду, по скамейке, он был на льду, он все это видел. Мы прекрасно это тоже видим. Травму получает игрок, ни звонка, ничего, ни каких-то там, не знаю, там, извинений. Спасибо медицинскому персоналу, локомотиву, все быстро, четко, там, посмотрели, какая у него травма. Но само отношение, это все-таки мы спортсмены, каждый занимается своим делом. У каждого может случиться такое, скажем так, травма, ну, это его не красит, скажем так. Пускай в Челябинске, я не знаю, там, боится, наверное, что ли, я не знаю. Но, но, еще раз повторюсь, это его не красит, как профессионального спортсмена. Мы все делаем одно дело, мы играем в хоккей. Травмы бывают, я согласен. Спасибо.